Музыка Почему все думают, что 100% все должны университетой заканчивать? Сегодня без этого живут очень хорошо. 27 вузов готовят финансистов, 17 вузов готовят юристов. Куда, зачем, где они будут работать. Особенно это касается частных учрежденных заведений. К сожалению, в погоне за деньгами они не думают. Фазалка она откуда сделалась? Ну, с ФЗУ. ФЗУ. Раньше были фабрично-заводские училища. Все хотели быть менеджерами, всякими руководителями. Дефицит рабочих. Нормально сделать, и там не уйдут в запой, например, после того, как вы им заплатите. То, что можно пощупать руками. Да, да. Добываешь свое пропитание, кормишь своих детей, кормишь свою семью. Если кинуть камень в толпу людей, в юристы попадешь. Меня зовут Евгений Селезнев. Мне 43 года. Я работаю в детской хоккейной школе. Детская школа по хоккейу с шайбой. Работаю я мастером по ремонту и обслуживанию холодильника установок. То, что здесь каток находится. И вот этот каток мы наблюдаем за этим оборудованием, которое непосредственно этот каток как бы и держит. День с утра начинается. У нас пересменка часов в 9 начинается. Мы приходим в 9. Я проверяю рабочую зону свою. Это мои 4 компрессора. Мое имя Леонид Березовой. Я работаю электриком в физкультурно-оздоровительном комплексе имени Головкина. Мне полных 43 года. Я рабочую специальность выбрал, потому что мне нравится быть в движении, работать руками. Моя работа заключается здесь в том, чтобы в должной мере обеспечивать это здание электропитанием, электроснабжением. Следить за освещением здания и прилегающих территорий. Также, чтобы исправно работала вентиляция. Электрик очень у вас терепорный. Электриков как бы много, но грамотных специалистов, я бы сказал, процентов 20 у всех электриков. Потому что даже наталкиваешься и в строительной отрасли, я работал до этого и строителями работал, разнорабочими, бетончиками, я видел тех, кто работают электриками. Многие из них просто до конца не понимают свою работу. Даже когда спрашиваешь, интересуешься, они не знают, просто работают там. Электрики очень востребованная профессия. И конкуренция, я бы не сказал, что велика, хотя много электриков. Но я знаю, как говорят мне мои знакомые, друзья, там, там, в разных местах электрики требуются. Это востребованная профессия. В виде моих друзей, одноклассников, примерно 50 на 50 пошли по рабочим специальностям. Кто-то пошел работать в кабинетах. Такой бум, наверное, даже я попал как-то в этот бум. Все хотели быть менеджерами, там, всякими руководителями, там, нотариусами, юристами. В свое время было такое у нас время. Мои года как раз таки, я помню, мои гровесники все шли. Как бы рабочие специальности были непопулярны, наверное, можно так сказать. Не то, что они востребованы, они всегда востребованы. Грамотный специалист, он всегда востребованный. Хороший электрик, он хорошо получает. На сегодняшний день, так же, как и, наверное, в стране, у нас в области дефицит рабочих специальностей. Это в основном токари, газоэлектросварщики, слесари, сантехники. Также мы испытываем большой дефицит высококвалифицированной рабочей силы в таких отраслях, как энергетика и горнодобывающая промышленность. Да, где-то на сегодняшний день у нас 60% той рабочей силы, которая у нас представлена на рынке труда, 60% это юристы, экономисты и финансисты. Если кинуть камень в толпу людей, в юриста попадешь. Но в действительности картина, она немножко иная. Людей, я бы так сказал, имеющих юридический диплом о юридическом образовании, да, их много. Но я сталкиваюсь именно с тем, что на этом рынке недостаточно и не хватает действительно квалифицированных, достойных кадров. Тех же адвокатов, например, у нас гораздо меньше, чем, например, в Европе. Но, тем не менее, рынок, я думаю, не перенасыщен. Свобода на этом рынке есть определенная, и свобода заключается в новых, молодых, квалифицированных кадрах, которые могут приносить в адвокатуру, например, юриспруденцию что-то новое, какие-то новые идеи, какие-то новые способы работы. Или это вот офис, да, вашей юридической компании? Да, это офис юридической компании, с которой я сотрудничаю, здесь принимаю клиентов, заключаю договора, назначаю встречи. Ну вот, смотрите, бытность у вас еще студентом, ну или нежели учащихся в школе старших классов, действительно, допустим, в вашей среде было такое понятие, что вот как бы люди уже тогда не стремились на рабочую профессию, а больше предпочитали выбирать будущую профессию кабинетной, так сказать, направленности. Такое имело место быть? Среди моих сверстников, которые учились со мной, они больше выбирали работу кабинетной, да, конечно, направленности, и больше склонялись, ну, в основном к госслужбе именно. То есть, если я работаю как адвокат, это частные вольные хлеба, то в основном люди были склонны пойти работать в полицию, в прокуратуру, в суды, например. Ну и многие, конечно, да, пошли на сегодняшний день и работают. Знаменитая Карганинская первая фазанка, правда, сейчас она так и называется, разумеется, сегодня никаких ФЗУ, ПТУ и ПТЛ нет, а сегодня это Карагандинский горно-индустриальный колледж, где, собственно, и обучаются будущие газоэлектросварщики, шахтеры, ну и прочие рабочие специальности. Ну, вообще-то слово такое фазанка мы уже как бы в сторону забыли, потому что и студентам тоже постоянно говорю, слово просто фазанка, она откуда взялась? Ну, с ФЗУ. ФЗУ. Раньше были фабрично-заводские училища. Сейчас, естественно, повышается интерес, не только то, что они, то, что кроме рабочих профессий они еще могут получить и среднее специальное звено. Вот на ваш взгляд сегодня популярность рабочих профессий, она имеет место? Ну, я считаю, когда у нас студенты приходят с первого курса, вообще перед этим даже, когда они проходят экскурсии, когда в школе учатся, сначала мы проводим тут профессиональные пробы, и после этого у них идет и целеустремленность именно получить эту профессию. А вы думаете, почему они выбирают работу руками, нежели... Я так думаю, что сейчас все равно, что нужно будет обеспечивать семью, все равно не это. Социальная жизнь тоже это все-таки влияет на... Ну, то есть, сегодня платят более-менее прилично. На шахтах платят хорошо, потому что у нас, мы очень плотно сотрудничаем с Арселор Миттл Тимиртау, у нас постоянно ребята проходят там практику и трудоустроятся. Ну, был такой период, когда реально был спад рабочих? Ну, конечно, был. Это 90-е годы, середина 90-х годов, 2000-е годы, когда... И как это ощущалось? Ощущалось это, что даже не на практику никуда их не брали. Меня зовут Анафиев Адиль, мне 18 лет, я учусь на электросвесаре подземном. Караганда является одним из крупнейших угольных бассейнов, и, то есть, у нас, по большей части, запросы на технический спрос больше, чем на, допустим, более такие, как вы сказали, да, гуманитарные. Это скорее было семейное, потому что, то есть, у меня в семье есть еще много родственников, которые тоже работают, и на данный момент уже работают на шахтах. И поэтому они мне также предпошли, как, так сказать, по-семейному передали. Вот я тоже решил пойти. Мое имя Рамбайф Томиран, мне 17 лет, я учусь на втором курсе. На профессии это газосварщик. Не люблю там сидеть, там бороться, двигаться. Регитарный газосварщик – она воспринимается на заводах и в разных сферах. Казырде менің катарластарымның барлығы жұмышы мамандығын тандалудан бастарты отырси. Мы көпсе бастартады. Себебі жұмышы мамандығынан қарағанда кабинетте отырған атығырақты олайды. Менің көз-қарасым бойынша жұмышы мамандығы қазырде ең керекті мамандығының барлығы бейсептеледі. Себебі дәнекелің мамандығы еш вақытта сұраныстан, ембек нарығынан кетбеген себебі. Казырде технологияң замыған даманыңды біз жасаватқан роботтар, барлығының дәнекелің мамандығының қатсырты келі бар. Менің өзімнің таңдауыма мен еш үкімбеймін. Они стремятся работать, конечно, руками. В первую очередь, почему? Потому что у нас и программа связана с тем, что первоначальные рабочие кадры должны выполнять все работы именно своими руками, потому что нет такой специальности, где бы нельзя было применить именно рабочие руки. Мои друзья, то есть по большей части, они предпочитают более легкие профессии, то есть на которых не нужно работать руками, в основном чисто головой. То есть, ну, пытаются найти как бы легкий выход, чтобы получать легкие деньги так сказать я не знаю чисто по своему предпочтению выбрал именно эту профессию что она у нас востребовано еще некоторые пошли на электрика и остальные профессии другие пошли на банковской короче например юристов пошли ну я не знаю почему нет мне не нравится это бумажного окита поток вообще сколько я смотрел сколько учился поток на юристов был всегда практически неизменно он оставался всегда потому что но и для многих это единственный путь так сказать люди например не имеют талантов каких-то к математике химии каким-то прикладным наукам поэтому они уходят чисто в гуманитарные науки и для них самый простой выбор это юриспруденция ну и вообще я бы сказал что юриспруденция это в целом такое образование которое позволяет ну от него уйти куда угодно потом гимнастика у людей да действительно нет желание идти на какие-то рабочие профессии потому что они недостаточно достойно оцениваются на сегодняшний день поэтому люди и не идут хотя очень много достойных уважаемых профессий до банами какие-нибудь сварщики которые могли бы получать достойно и должны получать достойно но нашей стране не получают сожалению поэтому конечно люди отказываются они думают что зачем лучше устроимся будем сидеть в чистом тихом кабинете заниматься бумагами это далее чем заниматься грязной работой ну банально вопрос с рабочими если банально просто делать ремонт квартире то вы столкнетесь с тем что ну найти достойно людей которые могут нормально сделать и там не уйдут в запой например после того как вы им заплатите часть гонорара это довольно сложно сделать рынок будем говорить на сегодняшний день меняется да и связи с тем что меняется рынок необходимо нашим молодым людям подстраиваться под этот рынок и получать новые востребованные специальности молодежь и лица которые хотят получить новую специальность да обучаются у нас на краткосрочных курсах молодежь может получить первую рабочую профессию в наших в колледжах это совершенно бесплатно с выдачей стипендия и также они могут получить новую профессию переобучиться на краткосрочных курсах это у нас от одного месяца до шести месяцев также с выплатой стипендий также с оплатой проезда к месту учебы и также мы выплачиваем квартирный для того чтобы вот где он получает свою специальность там же он мог проживать я год назад пошел на электрика увидел что программа идет по гособучению но переобучают за счет государства не платили стипендию еще три месяца я ходил на на курсы курсовой центр монаст балхаш обучался там сюда пришел на практику чтоб закрепить все свои навыки устроился холодильщиком так что ну массиво по ремонту обслуживание холодильника установка так то здесь может быть допуск по электричеству я обучался на профессию электрик электромонтер в учебном центре монаст балхаш это было недавно в июле месяце я только получил диплом об этом я узнал от своих знакомых от друга своего он там тоже проходил обучение и легко нашел работу и чтобы я мог ответить отметить обучение в этом центре очень грамотный преподаватель кажеберген байдилович это учебно-курсовой центр то монаст балхаш сейчас вот на предприятиях на производстве чувствуется нехватка рабочих кадров рабочих именно квалифицированных три это трехмесячные краткосрочные курсы делаем сперва немного даем для фундамента теоретические знания что такое толп что такое напряжение что такая мощность то есть человек должен все это почувствовать делаем лабораторные работы это для лабораторных работ мы располагаем лекционным классом лекционный класс рассчитан на 36 сидящих мест вот пожалуйста данный момент обучается этот пять человек шахтинской центры занято не приезжает после того они как почувствовали что такой ток напряжения почувствовали и потом начинает уже следующий этап там нарисуем электрические схемы потом сюда приходят приходят те схемы которые существуют на производстве они соединяют дается схемы да 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 они это схемы применяются именно на производстве в этом году мы порядка трех тысяч триста человек вот обучаем именно на краткосрочных курсах именно по рабочим профессиям которые на сегодняшний день востребованы и по итогам восемнадцатого года восемьдесят процентов тех специалистов которые мы подготовили на краткосрочных курсов да они остались востребованы на рынке труда вот за окном находится наш конденсатор на установке герб-конденсатора труб-конденсатор на каждом по 6 вентиляторов это для охлаждения той фреона который выходит из компрессоров у нас караганде я сам увидел и удивился я даже не знал что у нас очень много людей любителей хоккея зал заполняется полностью они видят картинку видит игру нашей команды великолепные наши команды но не видит сколько за этим да стоит как бы труда это и работа по катку это каток должен быть в идеальном состоянии это наши заливщики это наши рабочие да это да все делается руками все делается рабочими руками для меня здесь ничего не понятно то они здесь должны как открытую книгу да 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 я допустим их обучаю сперва буквам а б потом они сюда приходят и начинают составлять мама мыло раму вот этот на стенде все хорошо кто учились свое время нулевые годы начали они все ушли на престижные хорошо подготовленные да на завод никто не пришел мы с вами находимся в музее это музей получается музей развития карагандинского угольного бассейна здесь все люди которые работали руками да непосредственно люди которые работали руками и мы начинаем своей демонстрация свое музей я с первого стенды на котором у нас имеется первый кто у нас нашел каменный уголь в городе караганда но тогда это был еще не город караганда известный мальчик который называют байжанов аквак байжанов в глазах вы видите у них интерес к рабочему труду большой конечно интерес потому что здесь наши учащиеся могут сравнить тот труд который был использован во времена только когда мы начинали добывать уголь и сейчас когда у нас автоматизированы процессы добычи угля все процессы в шахте автоматизируем входим и шахтную клеть для спуска учебную шахту закрываем ее проходим держитесь все за поручни под соблюдаем технику безопасности и у нас идет спуск но дефицитация спуска на самом деле мы стоим на месте мы стоим но это как положено как шахте атмосферность чтобы создавалось это все было а запах вот у вас здесь мы шахты потому что здесь тоже уголь здесь есть и комбайны у нас тут рабочие поэтому здесь она и создает даже он свет потом будем подниматься все приехали открываем и проходим дальше вы считаете что все-таки выражение кадры решает все это абсолютно и вообще склонен к тому что профессия адвоката юриста она должна быть иметь характер династии дальнейшего развития семейного то есть допустим я стал адвокатом за счет того что мой отец тоже юрист это же адвокат я когда-то стал адвокатом и мне было проще осваивать какие то азы этой профессии за счет того что он меня учит смогут Also наставник многому да он был моим наставником и также я в принципе посоветовал своему сыну например типа этой же профессии потому что ему бы было проще выбиваться дальше как живаться чего-то за счет меня потому что я бы его смог многому научить в этой профессии это как у врачей например у стоматологов есть целые династии в нашем городе например у хирургов тоже из династий implementation Я всегда гордился рабочим. Я родился, наверное, в стране, когда гордились рабочими людьми, когда фильмы снимали про рабочих, когда сериалы снимали про рабочих. Рабочих была уважаемая специальность. И сейчас я не вижу ничего зазорного. Любой хлеб, который добывается своими руками, это достойный хлеб. Это когда ты умеешь своими мозгами, своими руками добываешь свое пропитание, кормишь своих детей, кормишь свою семью. Я женат, у меня трое детей. Мне надо их содержать, надо кормить, надо платить за квартиру. Поэтому я доволен. Я прихожу с работы уставший, физически. А тут такая легкая, хорошая усталость, приятная усталость, когда ты поработал, когда получил денежку хорошую, нормальную.